приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы на улице лето и мы продолжаем готовить блюдо для пикника сегодня приготовим аджаб сандал или аджаб сандали кавказское блюдо которая прекрасно подойдет к шашлыкам но вообще прекрасно подойдет пикнику как гарнир как второе блюдо как основное блюдо также аджаб сандали можно приготовить ну просто на семейный ужин очень классное летнее овощное блюдо нам понадобится баклажан вот такой вот классный классный красный перец парочку помидоров не обязательно мы взяли один красный один желтый понадобится немножко картошки картошка у нас молодая такая на дробь похоже больше луковица 4 зубочка чесночка ну все зависит от количества и вашего желания и понадобится зелень нашем случае мы взяли кинзу и темный базилик но на самом деле зелень можно использовать абсолютно любую можно укроп базилик кинзу петрушку то есть такое блюдо вообще на самом деле аджаб сандали ну очень много мне кажется столько вариантов аджаб сандалии есть вот как борща говорят сколько хозяек столько рецептов борща мы мы показываем вам свой рецепт который можно приготовить на отдыхе на природе на рыбалке на охоте послужит прекрасным дополнением к шашлыкам клюля кебабом и хорошей закуской под рюмочку воды спонсором нашего сегодняшнего выпуска является интернет-магазин shoppan.com который предоставил нам такую чудесную сковороду из диска бараны сковорода поесть воистину прекрасная чем-то похоже на восточный садж прикол в том вообще она стоит сущие копейки если вы любите охоту рыбалку пикники обязательно купите такую сковородку стоит она 390 гривен но считайте это там 12 евро 11 с половиной даже евро просто копейки кстати есть одна фишечка если вы будете заказывать в интернет-магазине shoppan.com и скажите что вы пришли в этот интернет-магазин с канала даниила перваченко вам подарят вот такой вот веерочек для раздувания огня полезная штука не только для этой сковороды но и в принципе в принципе для мангала для шашлыков вообще очень полезная штука но не об этом речь давайте друзья в первую очередь подготовим наши овощи картошка у нас мелкая ну какая есть нарежем если у вас крупная картошка то нарезайте кубиками такими не очень мелкими где-то по полтора сантиметра я вот так вот нарежу эту дробь с баклажана срезаем плодоножку срезаем попку большой у нас баклажан наверное для нашего джобсандала возьму половину разрезаем вот так вот на дольки не суть важно как вы его порежете и вот на такие вот кубики размером тоже где-то сантиметров полтора баклажан переместим на тарелочку и посолим его слегонца пусть лежит здесь немножечко отдыхает помидоры это баклажан помидоры нарезаем крупными кубиками ну не кубиками а вот такими вот дольками лариса сказала чтоб я резал весь баклажан и я дорезал баклажан но болгарского перца она сказала что баклажан хранится не будет но болгарского перца в любом случае порежу половину потому что мне кажется что в аджаб сандал а вообще друзья это сугубо сугубо такое блюдо вот если честно по количеству половину потому что мы не сидим этот аджаб сандал если бы готовили на компанию конечно бы я порезал бы весь перец далее лук тоже такими не мелкими кусочками крошить его сильно не надо вот примерно вот такими вот красный перец чили вот нарежу буквально несколько тоненьких колечек ну вообще тут кто сколько любит нарежу не несколько потому что я люблю много перца чили и естественно чесночок раздавим его мы же на природе готовим и немножечко порубим весь прикол этой сковородке что она мега экономично по дровам а представьте себе такую картину вы на природе берег реки ваша жена подносит вам бутылочку ледяного пива а вы в это время разжигаете сковородочку но не романтика ли рядышком может стоять мангал кстати интернет-магазин shoppan.com.ua тоже продает прикольные мангалы очень толстостенные но пока еще нам не прислали обещают прислать разожгли костер ждем пока сковорода ждем пока сковорода немножко разогреется на разогретую сковородочку наливаем немножко растительного масла и отправляем сюда картофан первую очередь начинаем мы естественно с картофана обжарим его буквально полминутки минутку минутку чтобы он чуть-чуть подрумянил набрал я с картошкой обжаривалась она не минуту а две с половиной где-то и обжарилась вот так вот до золотистой корочки отправляем сюда баклажанчики где-то две с половиной минутки обжаривались баклажаны отправляем сюда наш лучок простите меня друзья за уменьшительно ласкательные но я так люблю и обжариваем еще пару минут далее отправляем наша джаб сандали перец и если мы готовим чили то чили отправляем тоже обжариваем еще минутку полторы посмотрите какое красивое блюдо получается по желанию добавим ложечку хмели-сунели так как ну не ложечку вот так вот чуть-чуть так как желание у меня такое есть то хмели-сунели я добавлю он придаст кавказскому блюду настоящего кавказского аромата а если хмели-сунели нету можно добавить ну например черного перца перемешаю это все и наступила ой какой запах мама дорогая и наступило время чесночка чеснок долго не обжариваем буквально несколько раз перевернем ой какой запах держите меня вдвоем и отправляем сюда помидоры буквально через минуту надо уменьшить огонь для этого просто разгребаем наши угли и огонь уменьшим посыпаем половинкой зелени а вторую половинку оставим на готовое блюдо и накрываем крышкой протушиться буквально тоже три-четыре минутки через три минуты открываем это дело аджаб сандал или аджаб сандали готов перемешаем и попробуем на соль баклажаны мы уже солили но досолить немножко можно и друзья поверьте мы просто готовим на двух человек а когда у вас на пикнике это сковородка будет полная и вы со своими друзьями снимите с мангала шампура с вкусным шашлычком достанете из холодильника в автомобиле ледяную запотевшую бутылку водочки вы словите такой кайф в конце украшаем блюдо остатком зелени и будем дегустировать ну что дорогие друзья продегустируем наш аджаб сандали но в первую очередь хочу поднять рюмку чудесной чачи приготовленной из винограда и пожелать вам крепкого крепкого здоровья и удачного пикника красота кошка неперевернимую чачу ну что попробуем слушать это такая божественная штука я вам передать не могу вот я чесночка бы добавил бы если честно чеснока легкий запах вообще он идеально приготовленный ну наверное это один из самых лучших аджаб сандалов или аджаб сандали в мире поверьте а на природу под рюмочку ледяной водочки или если у вас есть чаще это просто нечто конечно вот мы в грузии пробовали еще даже аджаб сандали со спаржей но мое мнение что спаржа это лишнее здесь хотя можно было бы добавить и и спаржи вообще блюдо очень классная дорогие друзья ваше здоровье еще раз желаю вам хорошего пикника если у вас нет такой замечательной штуки такой сковороды или саджа даже не знаю как его назвать в общем такого такого девайса чудесного для пикников заходите в интернет магазин shoppan.com покупайте себе стоит сущие копейки удовольствие от него на природе вы получите массу ваше здоровье традиционно мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты если есть желание мы хотим еще приготовить жаркое здесь такое именно жаркое на природе с мясом все как положено по-домашнему если есть какие-то пожелания вот чтобы вы хотели чтобы мы приготовили на этой сковороде или какие-то блюда на садже пишите в комментариях мы обязательно для вас приготовим пока лето пока сезон всего доброго пока